Друзья, Монако, Монте-Карло, Лазурный берег, все это, конечно, хорошо, все это правильно. И попасть туда, и сходить туда, и быть там, возможно, больше даже и такой возможности и не будет в этой жизни. Ну, во-первых, тут еще непонятно, как туда спуститься, тут еще неизвестно, есть ли отсюда вообще возможность какого-то пешего прохода. Ну, вот, тут не знаю, тут можно было, в принципе, вот так вдоль автобана, ну, как-нибудь, не знаю, может быть. Вот. А вторая причина... Ну, я попытался попроситься там, может быть, все-таки давайте завтра загрузимся на учету. Мне заказчик, клиент сказал, что возможно... Возможно, что завтра будет и вторая загрузка готова. Поэтому сегодня надо забрать первую. А еще ехать 380 километров, а время уже 8 часов утра. Поэтому посмотреть на эту красоту мы с вами можем только с высоты птичьего полета и с автобана. Один нюанс, мы не на отдыхе, мы на работе. Другое дело, если бы сюда туристом приехал, то да. А так мы приехали сюда на работу. Поэтому работа в первую очередь. А уже все остальное потом. И скажу, возможно, возможно, что уже мы сюда больше-то и не попадем никогда. Вот до этого же сколько лет уже? 18 лет. С 2002 года я за границу езжу. Ни разу здесь не был. Тут вся фишка в том, если бы мы вчера сюда доехали, то можно было бы сегодня с рассветом уже не покупаться, просто хотя бы на берег выйти. Выйти пешком, побежать, сбегать и так далее. Ну а так, я так прикинул, что туда часа полтора надо. Во-первых, надо еще найти, как спуститься. Дорогу-то я видел, как на нее попасть. Возможно, это тоже нереально. По автобану ты же не будешь гулять. Ну, часа полтора туда, а назад, так я вообще не знаю, часа два, два с половиной в такую гору подниматься. Ну и там, ну, в любом случае, часа четыре минимум на все про все надо. Даже если просто добежать до моря, помочить ноги и возвращаться обратно. Этим временем мы не располагаем, к сожалению. К сожалению, не располагаем. Хотя, чуйка подсказывает, что приедем мы, возможно, сегодня загрузимся, а может даже и не загрузимся. И потом будем мы стоять до пятницы в Италии. Такой вариант тоже не исключен. Ну, а пока смотрите, видите, Монте-Карло. Или это уже не Монте-Карло, неважно. Лазурный берег. И где-то вот-вот скоро у нас уже и Италия. Вы движете допустимую скорость. Нам еще надо со стороны, как зайдем в Италию, сразу заехать на таможню. Вроде как пустой заезжаешь. Надо обязательно дозвол отмечать на границе. Ни разу пустой не заезжал. Поэтому точно не могу сказать. Но я такое слышал. Если будет там тугана, таможня, по идее, должна быть на переходе. Надо заехать. И отметить дозвол итальянский. Живут люди. И, наверное, ни в чем себе не отказывают. Еще немножко море. Вот сколько яхт там внизу. Сколько там яхт. Ладно, ничего не пролететь, того чего не надо. Куда первый раз едешь. Вон там. Видите, на причале. Сколько яхт стоит. Море повыходили. Уже какой Абрамович там. Обалдеет. Там и без Абрамовичей хватает. Через 300 метров продолжается движение прямо. А, ну все. Вот. Прямо граница, по-моему, 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 с туннелем. Сейчас мы уже в Италии выйдем. Ну, так у меня навигатор рисует, судя по всему. Да, вот Италия. 50-й километр. Добро пожаловать в Италию. Так, дослов у меня заполнен. Все заполнено. Мне единственное, что надо его отметить. Поэтому сейчас посмотрим, что тут. Есть тут какие-то таможни, нету. Ну, если нет, где я их искать буду. С французской стороны вообще ничего нет. Возможно, тут ничего нет и с итальянской. Невозможно, тут и нет ничего. Ну, и все. Все. Нет, тут просто это грузовикам 50. Ничего нету здесь, видите, с итальянской стороны. Значит, так и поедем без отмеченного назвала. Где его отмечать буду. Нигде. В Италии не менее красиво, согласитесь. Не могу сумничать название города сказать какое-то. Но итальянское побережье тоже красота. Грузовикам 50, поэтому 50 и поедем. Да, вот видите, 50, все, контуния. Так, что тут. Венци-ми, ми, венци-ми, джля. Тут уже все, по-моему, 50 закончилось. Уграничение 80 стало. И дальше 50 продолжается. Тормозим, Алексей Николаевич, тормозим. О, же, с тоннеля в тоннель. Нырк, 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 нырк. Контроль, туда-сюда. Написано. Вы превышаете допустимую скорость. Тут что-то вообще 40. Аутопорта написано направо. Вот мне, наверное, в аутопорта надо. Вот это да, там таможня. Вот туда, наверное, надо заехать. Сейчас посмотрим. В общем, поехали заездим. Толком тут ни у кого ничего выяснить не получается. Толком тут ни у кого ничего выяснить не получается. Тикет надо было взять здесь. Сейчас заскочим, пойдем в таможню спросим. Я думаю, за спрос не бьют в нос ничего страшного. Тут недалеко, немного. Уже от этого не будет. Через 300 метров продолжается движение прямо. Продолжайте движение прямо. Как тут все интересно. Через 100 метров держитесь. Как тут все интересно, да? Сюда тоже он. Разбираются. О, подняло. Сейчас мы еще с этими платежками. Продолжайте. Продолжение следует... 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 Что-то странно здесь. Главное опять не влезть туда, куда не надо. Ага. И все равно ездим в эту сторону. Это ртом, ну. Перепроложить. Перепроложить. Ай. Не знаю, может, что у меня опыта маловато движения по этим всем странам, как Италия, Испания. Я тут теряюсь. Не то слово. Как-то вот я себя более комфортно чувствую в Германии. Наверное, потому что всю жизнь туда отработал, на Германию. Гора красивая, согласитесь, такая вообще классная. Речка здесь маленькая. Короче, поехали. Время уже 9 без пяти. Нам еще 370 километров ехать. Мы с этими всякими тут морями, океанами, таможнями и прочей лабудой. И на эту нему еще не загрузиться не успеем. Мы забыла сегодня ехать. Могли бы уже на Лазурном берегу лежать. Надеюсь, я правильно еду. Как все сложно-то, а? Ладно, Гена я налево. Теперь уже все понятно. Держитесь правее. Так, Генуя. Правее. Ну да. Чтобы не уехать куда-нибудь. Тут же как уедешь, потом будут вертолетом разворачивать. В этой Италии. Генуя-Ницца. Отлично. На Ниццу не пойти. Через 250 метров продолжайте движение прямо. Через 200 метров держитесь левее. И сразу платежка. Ну тут, наверное, этот тикет, я так понимаю, надо взять. Продолжайте движение прямо. Да, мне Генуя вот как раз-таки потом прямо и ехать. Да, вот он, тикет. Вот он. Ну, в принципе, система такая же, как и во Франции. Тоже тикет берешь и потом, либо платки будут на дороге стоять, либо где-то съезжаешь, когда с автобана и оплачиваешь сток-сок, ты проехал. Так, жандармы здесь уже закончились. Здесь у нас уже карабинеры. Я потом просто ради интереса подобью, когда мы уже с Италии выйдем. Сколько нам обошлись дороги Франции с Италией. В принципе, Францию-то и сегодня можно уже подбить. Вот карабинеры тормознули автобусы. Ну а мы погнали в очередной туннель. Это тут уже 40 давным-давно. Да, 370 километров еще ехать. В Италии. Большой. Почти 2 километра. Туннель. Сигнал GPS. То же самое продолжается. Все как ущелье. Ущелье люди. Домики, в общем-то, ничем не отличаются от французских. Живут в Средиземное море. Красота. Да, но сегодня хорошо, сегодня не жарко, нету такого пекла. Может, что вдоль моря. Сейчас 24 градуса всего. Ну и мы, соответственно, опять из туннеля в туннель. 850 метров этот туннель. Пока эту горную гряду все не пересечем, так и будем. Из туннеля в туннельчик. Заныривать и выныривать. Так, 360 километров. Ну, 5 часов плюс пауза 6. Сейчас 9. 6 к 3. По идее, должны загрузить, еще успеть. Не факт, конечно. Вот как они живут. А вот так все, он раскиданные по горам домики. То в низинке, кто по склонам. То выше, кто ниже. Януя 147. Милан 264. Ну, нам сам Милан не надо. Где-то у нас там погрузка. Потом посмотрю. 8 метров грузовикам направо съезд. Потому что, смотрите, куда тут. Куда ты тут заедешь? На нашей. Трубодела. Трубодела. На Грузию тоже чем-то похоже. Что-то есть такое, да? Сейчас опять прямо на побережье выйдем. Вон оно сейчас с этого туннеля. И прям мёхонько выскакиваем. Так хотел сказать, Черноморское побережье Кавказа. А нет, Средиземноморское побережье Италии. Вот куда надо было ехать. Вот 1200. Тут море ближе. Если ты мешаете, допустим, у скорости. Сколько надо ехать? Я с этими съемками за знаками вообще не слежу. Надо следить. Дорого. Нет, мы сейчас здесь нигде заезжать не будем. Время терять не будем уже. Всё, его уже... Его уже нет. Иначе вся эта затея... Вот, смотри, какая прелесть. Пляж. Ха-ха-ха. Хочу туда. Итальянские. Это уже маленькие здесь заправочки. Паркинг на пять машин. Время нету. Паузу надо будет делать. Но паузу будем делать так. Пока вот сейчас вот это всё время выработаем. Ещё четыре часа. Потом сделаем паузу. И там уже доест потом до загрузки. Тут ещё долго будем вдоль моря шлёпать. Реколмо. Вон там всё. Шезлонги я уже отсюда вижу. Встает стоп вздыхать. Сейчас выезд запрещен из-за границы. Вот бы была погонь, да? Никому нельзя. Алексей Николаевич в Средиземном море. Хотя бы по колено побродил бы. Вот это был бы контент. Ага, испанец. Спугался? Кто-то такой крутой тут был, на обгон пошёл. Тут обгон запрещен. А здесь вот это. Мигалки. Какие-то. Правда, это не полиция. Всё. Посмотрел, что это не полиция. Понесется дальше. Ну, тут я не знаю, сколько уже проехал, уже десятков этих тудельчиков. От 1800 до 100-200 метров. Каждый разный. Такие. Один с одного в другой, с одного в другой. И так, наверное, вдоль всего побережья будет. Даже не знаю, когда здесь горы закончатся. Закончатся ли вообще. Какой мостик нас ждёт. Где-то я тоже подескаверили, почём смотрел, тоже какой-то мост. Тоже, по-моему, на границе. То ли Италия с Францией, то ли где, что-то там. Там очень долго ждали этот мост. Построили. Мне детских денег тоже стоит. Показывали, как его устроили там. Не помню название, забыл. Ну, вроде бы вот на границе Италии с Испанией. И не с Испанией, с Францией. Хотя тут, какие тут границы тут? Туннели? Не, мы обгонять не будем. Запрещено, значит запрещено. Там такие конструкции эти, как возводили просто. Сам процесс показывали. Офигеть можно. До чего доходит чудо инженерной мысли. Здесь люди горячие. Итальянцы, испанцы они. Это итальянец идет на обгон. На знаке вот, видите, обгон запрещен. Он пустой. Две оси сзади на прицепе подняты. Один сигнал GPS. Не стесняется. Я смотрю. Ну вот, все. Здесь уже дальше разрешено. Что-то речка совсем пересохла. Еле течет. А так вот, ты посмотри, только русло большое. Может быть. А тема ездим, я не знаю. Я в этих итальянских названиях плохо разбираюсь. Иланова какая-то. Что-то тут. А, ну вон, съезд какой. Сейчас посмотрим. Ну, еще все равно так вот вдоль побережья. Тут вот там, за той горой море. Немножко уже удалились. Альбинга. Вот. А идем мы на Геную. Куда мы пойдем после Гены? С такси так и не посмотрел. Загрузка у нас в районе Пармы первая. Да. Итальянский город Парма. И вот возле нее загрузка первая. Знаем такой. Путбольная команда Парма есть. Одноименная. Когда-то время было, интересовался всеми чемпионатами. А сейчас не всегда чемпионат мира или чемпионат Европы удается посмотреть. Финал. Я уже не говорю о чем-нибудь другом. Выпустили мы карабинеров. На мигалках. А где спасибо? Сеньоры. Порка Мадонна Умна Бест. Ну ладно. Главное езжайте с миром. Не надо нам ваше спасибо. Что-то тут полиция. Что-то контроль. А, вот это место для контроля. Ну я уже тут видел сейчас. С АДРом стоял. Не успел заметить чьи номера. И две машинки полицейских. Там что-то они очень там пристально. Двое ходило вокруг. Двое что-то там в одной машинке писало, сидело. Что-то там они ему... Не понравился он им чем-то. Вот еще место для контроля. Обгонят. И дай бог. Запалят там. Немцы зажигают. Битте Фолген. И все. Поляки зажигают. Едь за мной. Чего зажгут итальянцы. Лучше не знать. Но... Че-то зажгут, если надо будет. Все заведут. Эти люди и ночуют здесь. Не гоняют за это. Вот эти гертыка ночевала. Видел, и крейс ночевал. Ночуют на этих вот кармашках. Стоянок мало. Если есть. Но они маленькие. Сейчас будем проезжать заправку. Сейчас может уже, конечно, пойдут и поболее. Но до этого были совсем маленькие. Там на 5-10 машин. Ну вот, что это за паркинг? Ну сколько здесь машин станет? Ну 15 можно в суду. Ну если... А, ну там еще. Ну 20. Все равно. Для таких автобанов, для такого трафика... Хотя тут я бы не сказал, что такой прям уже совсем дикий трафик. Но все равно этого мало. Вот поэтому. Особенно те, кто вот ночью время приходит становиться. То вот. Не каждый может уже на стоянку заехать на паркинг. Вот приходится людям и так вот. В таких вот карманах. Здесь не трогают. Я вот обратил внимание. Когда я тогда был в Италии. Я смотрел, стоят машины, никто не трогает. За это. Что тут какие-то итальянцы как-то рываются? В очередной раз выехали к побережью. Мы так удалимся. Потом обратно вернемся. Я вообще не понимаю, почему эту рацию здесь включают? Походу, у нас ждет штаб. Судя по картинке, которая там нарисована, кучка машин так друг за дружкой. Все может быть, все может быть, пока тут вы не попадали. А, вот на Тарина. Нет. Ну да, на Тарина автобан уходит. Направо. Это если бы вот идти... Шли через туннель. То мы вот как раз через Тарина Б ехали. Ну, нам сейчас Тарина уже не нужно. Поэтому пока прямо. Целый час просто. 260 километров еще. А, ну вот, все, приехали. Ремонт, сужение. И пробочка. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 по нему уйдем уже наверх все а по идее можно еще поехать вдоль она вот рисует мне вот сюда надо если вдоль поехать и потом уйти наверх не знаю они как обе обе вот видите ведут такой дорога значит так проще не будем спорить спорить не будем поэтому поедем как девчонки хотят а это все разворачивать все разворачивает вот уже где упертое но ждал к автобану тут не автобан получается ли автобан а 10 автобан просто ремонт и по наш по нашей полосе ну по нашей полосе все едут и встречки и мы даже вода какая-то капает ничего себе да не трещитый тарахтиш а а а а и и Субтитры подогнал «Симон»